Во имя Отца и Сына и Святаго Духа Раминь Поучение Святаго Иоанна Златоустова Из посланий к римлянам Не будем предаваться беспечности Тогда в состоянии будем и язычников отвратить от заблуждения Если мы станем любомудрствовать на словах, а на деле будем вести себя непристойно То какими глазами будем смотреть на них? Какими устами станем рассуждать о догматах? Тогда язычник всякому из нас скажет Ты не исполнивший малого, как можешь быть достоин учить других большему? Еще сам не научившийся тому, что коростолюбие есть зло Как ты можешь любомудрствовать о небесных предметах? Ведь знаешь, что это худо Тем больше вина твоя, что ты и зная грешишь Но зачем мне говорить об язычниках? Наши законы, когда жизнь наша порочна Даже не позволяют нам и пользоваться такую свободою Сказано Грешник уже говорит Господь, говорит Бог Что ты проповедуешь уставы мои? Когда иудеи отведены были в плен И персы усиленно просили их, чтобы они пели им священные свои песни Они ответили Как нам петь песнь Господню на земле чужой? И если же непозволительно было петь Слово Божие в варварской земле То гораздо более непозволительно это в варварской душе Так как жестокая душа есть в варварской Если тем, которые находились в плену И сделались на чужой земле рабами людей Закон повелевает молчать То гораздо более справедливо сомкнуть свои уста Рабам греха и живущим чужой жизнью И хотя иудеи имели тогда органы Как сказано На вербах посреди его повесили мы наши арфы Но и при всем этом нельзя было петь Так и нам Хотя мы имеем уста и язык Эти органы слова непозволительно пользоваться свободой речи Пока мы раболепствуем греху Наиболее жестокому из всех варваров И скажи мне Что ты станешь говорить язычнику Как скоро сам хищничаешь Или хаимствуешь Отступи, скажешь от идолослужения Познай Бога Не стремись к серебру и золоту Но разве он не засмеется и не скажет в ответ Сперва научи этому самого себя Ведь не одно и то же идолопоклонствовать Будучи язычником И совершать тот же самый грех Будучи христианином И как мы будем в состоянии других Отклонить от идолопоклонства Когда и сами не удалились от него Ведь мы к себе ближе, чем к ближнему Когда не можем убедить самих себя Как мы убедим других Кто не правит хорошо собственным домом Тот не породеет и о церкви Как же можешь исправить других Тот, кто не умеет управлять своей душою Не говори мне Что ты не кланяешься золотому идолу Но докажи мне Что ты не делаешь того Что повелевает золото Ведь бывают различные виды идолопоклонства Один почитает своим господином Мамону Другой признает богом чрево А третий грубейшую страсть Но ты говоришь Не приносишь им в жертву волов Как язычники Правда Зато ты, что гораздо хуже Заколаешь им в жертву свою душу Ты не преклоняешь пред ним колено И не кланяешься Но ты с очень большой покорностью Исполняешь все то Что прикажут тебе И чрево И золото И господствующая страсть И эллины потому именно И гнусны Что обогатворили страсти Назвав вожделение Афродитую Ярость Оресом Пьянство Дионисом Если ты не делаешь Извояния идолов Как язычники Зато с большим усердием Подчиняешься тем же страстям Делая члены Христовы Членами блудницы Оскверняя себя И прочими беззакониями Потому прошу вас Избегать идолопоклонства Так Павел называет Любостяжание Понявший всю важность Этого порока Избегать любостяжания Не только в деньгах Но и во всякой порочной склонности В платье В трапезе И во всем прочем Ведь мы за неповиновение Законом Господним Подвергнемся Гораздо более жестокому наказанию Как и сказано Раб же тот Который знал волю Господина своего И не был готов И не делал по воле его Бит будет много Лука 12.47 Итак Чтобы нам избегнуть Этого наказания И сделаться полезными Для других И для самих себя Станем стремиться К добродетели Удалив из души Всякий порог Таким образом Мы достигнем И будущих благ Получить которые Да будет Дано всем нам Благодатью И человеколюбием Господа нашего И Иисуса Христа С которым Отцу И Святому Духу Слава, честь, держава Ныне и пресно И во веки веков Аминь Платье и пайке Миром Господу Помолимся Господи Поживай Миром Господу